Всем привет! В последнее время радую вас только статичным фоном. К сожалению, я думаю, что в дальнейшем попробую снова вспомнить, как я снимала более динамичные ролики. Ну, уже очень удобно, когда ставишь на треногу и все, вот фокус есть, ничего не надо трогать, ничего не надо дернуть. Ну что ж, видео называется «А в дикой природе», и это такое вот видео будет, как озвучка статьи, которую я писала для OrchClub.com.ua. Ссылочка будет в описании. Она выкладывалась у них на страничке в фейсбуке и есть у них на форуме. Кто хочет, может сходить почитать. Там и другие мои статьи и посты. В общем, не только мои, очень много всего интересного, очень много можно почитать, посмотреть. И, выполняя свое обещание, потихоньку начинаю озвучивать уже написанные статьи. Так что всем еще раз большой привет! И эта статья посвящается всем ревностным обожателям фразы «А в дикой природе». И я уже предчувствую, что будет много негативных комментариев, но все равно не могу удержаться. Итак, скажем так, моя любимая подборка «А в дикой природе» и мои мысли по этому поводу. Поехали! Первое. А в дикой природе орхидеи никто не удобряет. Тут, конечно, да, с лейкой никто и коктейлем из специализированных удобрений не ходит, но посмотрите, как растут корни орхидеи. Вы замечали, что одни корни расползаются в разные стороны, а другие как бы вьют гнездо на одном месте. Так вот, в этом самом гнезде собираются мхи, грибы, насекомые, остатки еды, экскременты животных и много чего другого. Вода, стекающая сверху, несет в себе изначально определенный состав микроэлементов, а еще по дороге смывает с листьев, с деревьев, с коры и прочего всякое разное, что там накопилось и осталось. И все это и есть удобрение для наших диких орхидей. Второе это «А в дикой природе орхидею никто не моет, листья им никто не протирает». Давайте честно. Там, где растут наши любимцы, нет такой пыли, как в наших городах в целом и наших квартирах в частности. Нет известкового налета от воды. А еще дождь очень хорошо отмывает орхидеи. Иногда тряпочкой так не отмоешь листья, как вот просто взяв в руки душ и пролив их сверху. Орхидеи мыть надо, как и все комнатные цветы и растения. Иначе пыль и налет не дадут полноценно усваивать цвет и удобрения, которые мы даем нашей орхидее по листу. Третье «А в дикой природе никто не травит насекомых и все нормально». Никто не травит, но опять-таки там есть своя микрофлора и своя мелкая животина. То есть там живут те, кто кушают тех, кто ест наши орхидеи. И у нас с вами дома такой великолепной экосистемы в горшках просто нет. Поэтому эту функцию выполняем мы с вами. А в дикой природе никто не трясется над орхидеями, не проводит гигиенических процедур, чисток и растут же, и даже цветут. Да, так и есть. Но а сколько орхидеи в дикой природе гибнет? Вот сколько сеется семян и какой ничтожный процент прорастает? Ведь семечки надо найти необходимые ими цели. Поселиться в него, победить его, чтобы расти и питаться им. И сколько потом орхидеи дорастает до взрослого возраста? Даже не половина. И в итоге в природе выживает сильнейший, который переживет гнили, насекомых и все остальные прочие беды. И все равно даже крепкую, огромную, дикую куртину может что-то поразить и убить. Может не всю, может четверть останется, может меньше. Не думаю, что последователи о дикой природе вели подробные, подобные наблюдения или находили статистику по этому вопросу. У нас на подоконнике не дикая природа, не орхидея, прошедшая жесткий природный отбор и далеко не идеальные условия. Если руководство принципом о дикой природе, то стоит сразу покупать по десять дублей и надеяться, что хоть один выживет. И меня не устраивает, когда орхидея еле растет, редко или жидко цветет и вообще не показывает свой потенциал. Мне нравится обеспечить все, что я могу, чтобы орхидея раскрылась и показала свой максимум. Никто, конечно, не говорит прыгать выше головы. Все все делают по возможностям. Но зачем отказываться от удобрений, подсветки, завидовать другим, потому что у них шикарные букеты, у вас орхидея еле выстрадала один цветочек. Это ваше увлечение. И увлечение должно приносить вам удовольствие и радость, а не разочарование и стресс. Так что всем здоровых орхидей и пышных цветений! А вам, мои зрители и подписчики! Солнечных дней, пышных цветений! Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии, делиться видео! И всем пока-пока!